Уважаемый Николай Владимирович, мы с вами регулярно в контакте находимся по всем вопросам двухсторонней повестки и по региональным проблемам. Тем не менее, вопросов всегда много. Это очевидно, с учетом интенсивности нашего диалога. Я в начале нашей беседы в двухстороннем формате хотел бы отметить, что у нас за прошлый год мы наблюдаем приличный рост товарооборота, инвестиции продолжаются. Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования карабахской проблемы, в трехстороннем формате вместе с нашими партнерами из Азербайджана. Вопросов очень много. Я рад в возможности встретиться с вами вдвоём и поговорить по всему этому комплексу. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте ещё раз поблагодарить вас за организацию юбилейного саммита УДКБ и за традиционный гостеприимный приём, тёплый приём. Конечно же, 30-летие подписания договора о коллективной безопасности, 20-летие организации договора о коллективной безопасности – очень примечательное событие и для нас очень важное событие. Я думаю, что у нас состоялся очень содержательный разговор и очень важно, что этот разговор направлен на будущее и на дальнейшее развитие нашей организации. Конечно, месяца не прошло после моего первого официального визита в Российскую Федерацию. Мы тогда тоже очень содержательный разговор состоялся между нами. Но, как вы правильно заметили, у нас своя двусторонняя повестка настолько насыщена, что можно даже чаще встречаться и обсудить. Ну, конечно, мы находимся в постоянном контакте и по телефону регулярно разговариваем. И по поводу экономики хочу тоже заметить, что после некоторого убадка в месяце марте намечается активизация двусторонних экономических отношений. Конечно же, мы отмечаем некий инвестиционный интерес со стороны российского бизнеса инвестировать в Армении. Я знаю, что в этом вопросе вы тоже подталкиваете российских бизнесменов, чтобы они инвестировали в Армении. И хочу поблагодарить вас за это. И, конечно же, я надеюсь и уверен, сегодня мы обсудим ещё и вопросы региональной безопасности, стабильности, вопрос Нагорно-Карабахского урегулирования. Как мы в нашем совместном заявлении отметили, ещё и роль сопредседательства Минской группы ОБС. Хотелось бы с вами поделиться с некоторыми информацией и обсудить этот вопрос тоже. Так что ещё раз благодарю за приём. Спасибо.